Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимый приказ. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, здравствуйте. Думаю, ни одну серию какого-либо сериала вы не ждали так, как сегодняшнюю про Евгения Пригожина. Многие писали мне, что надо еще что-то ночью записать, но ночью я лег спать. По одной простой причине я знаю, что такие процессы, которые мы наблюдаем, в моменте довольно сложно отслеживать, потому что появляются разные сообщения, непонятно, какие из них достоверно. На полночь все еще думали, что это инсценировка. И, в общем, вот этот военный мятеж Пригожина на момент ночи совершенно было непонятно, что происходит. И поэтому я просто лег спать, проснулся, агрегировал всю информацию. И вот сегодня будет уже основной движ. Поэтому сегодня я предлагаю вам следить пристально. Речь сегодня пойдет, конечно, о военном мятеже Пригожина. Это не фигура речи, это не метафора, это не оценка настоящей военной мятеж. Евгений Пригожин взял свои войска, примерно 25 тысяч человек, и пошел в Ростов. Сейчас он захватил Ростов. Ростов находится под контролем Евгения Пригожина. И, судя по всему, планирует дальше идти на Москву. По крайней мере, об этом сообщают вагнеровские каналы. И сам Пригожин открыто говорит, что будет идти за Герасимовым и Шойгу. Еще раз, это не фигура речи, это не метафора, это военный мятеж. ФСБ уже квалифицировало его соответствующее. Евгений Пригожин идет по российским городам, сбивает российские самолеты и угрожает российским генералам. Три дисклеймера, которые пойдут перед записью этого видео. Первое. На момент, когда вы его смотрите, возможно, ситуация уже несколько изменилась. Ну, это не отменяет всего того, что будет сказано. Но, тем не менее, ситуация развивается стремительно. На запись видео уходит где-то час, на монтаж еще часа три. Поэтому надо понимать, что на данный момент информация вот примерно на 8 утра по Москве. Поэтому, ну, чуть побольше, на 8.30 утра по Москве. Поэтому имейте это в виду, информация может устаревать. Поэтому ценность этого видео будет не столько в информации, сколько в аналитике того, что происходит. Ну, как и всегда бывает в нашем с вами сериале. Второе. Несмотря на то, что многие вещи, которые я говорил про Пригожина в предыдущих видео, и моя оценка ситуации оказались наиболее близкими к действительности, действительно и Пригожин, и Министерство обороны эскалировали, действительно приказ Минобороны привел группу Вагнера к тому, что они пошли в открытое неповиновение и сопротивление. То есть, действительно, все то, о чем я вам рассказывал с мая примерно, говоря, что это не инсценировка, говоря, что жизнь Пригожина висит на волоске, говоря о том, что он свои действия предпринимает, потому что понимает, в какую ситуацию плохую попал, все оказалось правдой. Но это совершенно не значит, что я ванга-предсказатель, или что каждое мое слово становится истиной. Все может пойти совершенно по разным сценариям, поэтому не надо воспринимать мои слова как истину в последней инстанции. Может быть, я просто тыкал пальцем в небо и попал. Более того, сейчас все будут тыкать пальцами в небо, и кто-то тоже попадет. Может быть, я окажусь среди их числа, может быть, нет. Это не так важно, я не даю прогнозов, я даю аналитику. То есть, пытаюсь понять, что происходит, какие у этого причины, и какие у этого могут быть последствия. Ну и третий, наверное, дисклеймер. Я предлагаю вам больше не рассуждать о том, что это все инсценировка. Я много этих постов прочитал. Слушайте, там основные какие-то были тезисы, что это нужно, чтобы Путин объявил военное положение и так далее. Путину не нужен такой кипец, чтобы объявлять военное положение. Мы видим кадры боев, мы видим уничтоженные вертолеты, мы видим атаки по колоннам. Мы много чего видим, и, собственно, ничего из этого не дает нам возможности судить о том, что все это какая-то постанова. Нет, я думаю, это все серьезно. По крайней мере, нет никаких целей и задач у такого большого театра, которые можно было бы выполнять таким способом. Вот такие три дисклеймера. Ну а теперь давайте начинать. Начнем с конца, с того, что известно на данный момент. Евгений Пригожин захватил Ростов. Он полностью контролирует все военные объекты в Ростове. Аэродром, собственно, военные базы. Все. По его словам, он контролирует все. И мы видим, что генералы, которые там назначены, и руководители регионов, и руководители команды, они, значит, каким-то образом с ним взаимодействуют. Он с ними разговаривает. Ну, то есть ему удалось прорваться в Ростов. Ему удалось подавить там атаки небольшие, которые были на него. И он сейчас контролирует один из российских городов. Вот его собственное заявление на эту тему. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК Вагнер помешал о работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до тысячи человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нет. Боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Ну а теперь давайте разматывать клубок. Что именно происходило и в какой последовательности. Активная часть мятежа началась вот с этого видео, которое вы видите на экране. Телеграм-канал «Разгрузка Вагнер» его опубликовал. Я напомню, это телеграм-канал, который Пригожин зафорсил, когда на него прыгнули кадыровцы. Пригожин сообщал, что в этом телеграм-канале будут появляться мысли-фото-видео бойцов группы Вагнер, которые находятся сейчас в тыловых лагерях. Собственно, потом это видео репостнул канал Пригожина, вот эта вот кепка Пригожина, который по сути его официальный канал. И уже дальше пошли все события. Это видео довольно странное. На нем утверждается, что Министерство обороны нанесло удар по тыловым лагерям группы Вагнер. Я не думаю, что это правда. Дело в том, что на самом деле Министерство обороны действительно готовилось взять Пригожина. Это разумно. Я об этом рассказывал раньше, что Министерство обороны выдало приказ, что к 1 июля группу Вагнера должна подписать контракты с Министерством обороны. Пригожин сказал, что он этого делать не будет и, соответственно, сказал, что пошли вы к черту. После этого в игру вступил сам Владимир Путин и публично сказал, что ЧВК Вагнер должны подписать контракт с Министерством обороны. Это Пригожина не убедила. После этого ситуация складывалась таким образом, что эскалация должна была быть со стороны Министерства обороны, потому что они не могут это просто проглотить. Они уже вывезли это в публичное поле. Собственно, приказ о подписании контракта с Минобороны нужен был для того, чтобы поглотить группу Вагнер. То есть сделать так, чтобы группа Вагнер напрямую подчинялась Министерству обороны. До 1 июля остается неделя. И, судя по всему, Министерство обороны решило действовать. Решило схватить Евгения Пригожина. Что об этом говорит? Ну, во-первых, где-то позавчера ночью начала появляться информация, что перебрасывается спецназ в Ростов. Где-то полторы тысячи человек. Но тогда предполагалось, что это нужно для усиления, собственно, российских войск. Потому что, я напомню, вот сейчас, пока идет военный мятеж, еще идет и контрнаступление Украины. Поэтому ситуация для российской армии совсем не очень хорошая. И, в общем, был переброшен этот спецназ. О нем многие писали. Но многие думали, что это вот усиление позиций Министерства обороны. Однако вчера начала появляться информация, что на самом деле назначение этого спецназа совсем другое. И что вместе с ним прилетел туда, в Ростов, и Сергей Шойгу. Вот что писал телеграм-канал «Московская прачечная» в 17.37. Это примерно за три часа до появления вот этого видоса в разгрузке Вагнера. По нашим данным, Шойгу приехал в Ростов не бороться с ВСУ. Совместно с начальником генерального штаба Герасимовым они разрабатывают план задержания бойцов ЧВК Вагнер. Формальная причина – отказ от подписания контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Покончить с мешающимися музыкантами решено на этот раз окончательно. Поблажек не будет. После этого где-то через полтора часа появилось сообщение в телеграм-канале «Горячие точки», который довольно маленький, но тем не менее сообщение в нынешнем контексте интересное. Это прислали нам ребята с фронта, находящиеся в Ростове. По их информации, командование готовит максимально силовой способ задержания вагнеровцев. Сопротивляющихся, возможно, будут стрелять. Ну, сообщение вы видите на экране, на всякий случай озвучиваю. Братан, братан, ты тут? Да, че такое? Пиздец. Перекинули с***м или на усиление, идем. А тут ставят задачу вагнеров мочить. Я такое не подписываюсь. Вагнеров? Да, братан. Это же пиздец, пиздец. В общем, судя по всему, действительно готовилась операция по захвату Евгения Пригожиной. И почему я говорю, что видео, мне кажется, не совсем правдивым, то самое, из разрустки вагнера. Дело в том, что, во-первых, на видео мы не видим кучи трупов, хотя говорится, что их прям много. А, во-вторых, зачем? Зачем бить по артиллерии перед тем, как заходить своими войсками? Ну, то есть, в случае, если идет война, это понятно, да? Сначала наносится удар артиллерии, потом заходим на позиции. Здесь же после удара артиллерии не последовал заход на позиции. Поэтому, ну, зачем это делать? Тем более, что, ну, глобально предполагалась операция именно задержания, а не вступление в боестолкновение. То есть, стрелять как опция, а не стрелять как необходимость. Поэтому, честно говоря, мне представляется, что ситуация была несколько иной. Евгений Пригожин узнал, что приехал карательный отряд, который будет его задерживать. И решил, что время пришло. Здесь нужно немножечко контекста. Я понимаю, что для тех, кто смотрел мое предыдущее видео, это будет уже известная информация, но все-таки введу в курс дела. После того, как в начале мая Евгений Пригожин сказал, что группа Вагнера готовится выйти из Бахмута, потому что им не поставляют боеприпасы, началась открытая часть конфликта между Министерством обороны и группой Вагнера. Как вы помните, Вагнеру тогда отказали в уходе из Бахмута. И, собственно, дальше у Пригожина оставался только один вариант эскалировать. Почему один вариант? Потому что план Минобороны был довольно прост. Оставить группу Вагнера в Бахмуте, и будет там уничтожена эта группа Вагнера в рамках украинского контрнаступления. Ну, спереди ВСУ, сзади Министерство обороны, которое не разрешает выйти. В общем, группа Вагнера должна была исчезнуть сама собой, испариться. И в этом и был план Министерства обороны. Евгений Пригожин его понял, и поэтому понял, что единственный вариант это эскалировать. Причем эскалировать сильно до таких действий, к которым Министерство обороны не будет готово. В итоге группа Вагнера через какое-то время все-таки заявила о своем отходе. И этому отходу препятствовали тот самый подполковник Веневитин. И было тогда первое боестолкновение группы Вагнера и российских военных. Подполковник Веневитин был пленен. Собственно, Вагнер и Пригожин лично тогда описывали, что российские войска занимались тем, что минировали пути отхода ЧВК Вагнера. То есть, Министерство обороны действительно хотело оставить Вагнера внутри Бахмута. И, в общем, Вагнер фактически прорвался через Министерство обороны. Но после такого, конечно, после такой пощечины, оплеухи, у Пригожина не было варианта замолчать и сделать вид, что ничего не было. Пригожину пришлось эскалировать все больше и больше. Потому что, как стоит ему затихнуть, и все общественное внимание, и все его войска, и все прочее могут усомниться в том, что им нужно поддерживать Пригожина. Буквально история про выживание Пригожина связана с тем, что вокруг него есть большое количество головорезов, по которым, как он рассчитывал Министерство обороны, не решится вступать с ними в боевое столкновение. И, собственно, дальше, опять же, посмотрите, пожалуйста, в сериях. Я не буду пересказывать вообще все. Эскалация нарастала, 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 нарастала. И вот она дошла до точки, где Пригожин узнает, что его принято решение задерживать. Что карательный отряд приехал, что приехал и лично Шойгу. И тут Пригожин принимает тоже единственное правильное решение в этой ситуации. Это начать еще большую эскалацию. Огорошить противника. И он объявляет военный мятеж. Фактически, после видео удара, который он постит, который, на мой взгляд, все-таки является ненастоящим, который является, скажем так, имитацией. Он сначала делает заявление об этом самом ударе, а потом объявляет военный мятеж. Сначала давайте послушаем видео про удар. Погибали на Бахмуте, защищая честь России и российской армии. Нас подло обманули. И пытались лишить возможности защищать свои дома. И разогнать ЧВК Вагнер. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну. Но эти мрази, они не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. И вот вторым сообщением через некоторое время Евгений Пригожин объявляет военный мятеж. 23 июня, 21.30 по Москве и Киеву. Время начала мятежа Евгения Пригожина. Совет командиров ЧВК Вагнер принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово «справедливость», и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивления. Все, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, ставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу. После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого справедливость для всей России. Дальше моя версия, ну, собственно, эту версию я высказывал в своем телеграм-канале про Ростов, про то, что туда приехал Шойгу для того, чтобы, значит, захватить группу Вагнера. Я писал о нем в своем телеграм-канале, накипело. А дальше эта версия находит подтверждение в словах самого Пригожина, который говорит, что Шойгу из Ростова сбежал. Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21.00 он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена. После этого Пригожин объявляет марш. Марш справедливости, как он его позже назовет. Он рассказывает, что в составе его подразделения есть 25 тысяч бойцов. Кстати, если вы помните, я говорил, что у Пригожина примерно 20 тысяч человек. Это были мои подсчеты. Ну, вот немножко промахнулся. По словам Пригожина, 25 тысяч человек. Но здесь интереснее другое, что он также призывает всех военных к нему присоединиться. Вот это сообщение. Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21.00 он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена. И теперь давайте немножечко в контекст. Значит, дело в том, что Евгения Пригожина не существует для среднестатистического российского зрителя. Потому что бан на заявление Пригожина, бан на рассказы Пригожина уже давно в российских СМИ. Ну, где-то с мая, наверное, с 9 мая, когда он, значит, во время парада, во время праздника, начал рассказывать, что все очень хреново. Точнее, после парада, сразу в 10.40 он опубликовал своего заявления, начал рассказывать, что все довольно плохо. И после этого про Пригожина начали все меньше и меньше знать на территории России. Гражданские. Но совсем другая ситуация происходила в окопах. О чем я вам тоже рассказывал. Люди, которые находятся в окопах, получают мгновенно всю информацию, которая идет от Евгения Пригожина. Там есть частично связь, там есть слухи, там есть все на свете. И поэтому огромное количество российских военных действительно очаровывалось риторикой Пригожина. Как вы помните, Пригожин, который начинал до мая нынешнего года свою риторику, как риторику жестокую, риторику насилия, кувалды, помните, были такие, черепа этими кувалдами разбивали, к маю 2023 риторику сильно изменил. Он вообразил себя защитником русского солдата. Он все больше рассказывал, что действия Шойгу и Герасимова преступные, российский солдат ни в чем не виноват. Он подчеркивал, что он заботится и сожалеет о матерях и женах людей, которые погибли. И всю свою дальнейшую деятельность майя он начал посвящать тому, чтобы рассказывать, как он заботится о солдатах. Ходил на кладбище, ставил мемориальные таблички ЧВК Вагнер на дома, где живут семьи погибших вагнеровцев, например. Рассказывал солдатам, что им надо приходить в ЧВК Вагнер. Если вы помните, он начал собирать свою армию, когда вышел приказ Шойгу о том, что Вагнер должен подписать контракты с Министерством обороны. Тогда Пригожин сказал, что все желающие военные могут подписывать контракты с ним, а не с Министерством обороны. Грубо говоря, Пригожин долгое время окучивал российских военных, и это имело определенный успех. Дело в том, что российское командование постоянно замалчивает разные истории, не обеспечивает всем необходимым солдат, и в целом довольно мудацкое, и посылает людей в мясные штурмы и в самоубийственные атаки. Здесь надо оговориться, что Пригожин делает ровно то же самое. В Бахмуте он делал абсолютно то же самое. Более того, расход бойцов в Бахмуте был гораздо выше, чем на других участках фронта у Министерства обороны. Потому что все успехи, которые были у группы Вагнер в Бахмуте, были организованы и сделаны исключительно тем, что люди использовались не просто как пушечное мясо, а просто как, ну я не знаю, мишени живые. Именно так Пригожин использовал своих солдат. Поэтому все его рассказы о том, что в группе Вагнер к солдатам относятся лучше, чем в Министерстве обороны, это туфта полная. Однако туфта, которую он заворачивал в красивую обертку, и которую он продавал российскому солдату. И судя по тому, что мы наблюдаем уже сейчас, частично это возымело успех. Мне сложно сказать, присоединяются ли российские солдаты к группе Вагнера. Ну, потому что пока я не вижу убедительных свидетельств этого, но я точно могу сказать, что большое количество российских военных, судя по всему, отказывается вступать в бой с группой Вагнера. По крайней мере, игнорирует эти приказы. Методы игнорирования есть довольно старые. Ну, то есть, они идут еще с начала российского вторжения в Украину, когда командир отделения просто отключает рацию, говорит, ну я сломалась, я не знал, я не слышал. Поэтому, да, план Пригожина буквально выглядит следующим образом. Идти вперед в Ростов, в Воронеж, в другие российские города маршем на Москву, призывая военных не оказывать сопротивления, и более того, присоединяться к группе Вагнера. Своей целью Пригожин пока декларирует то, чтобы убрали Шойгу и Герасимова. Возможно, он надеется, что повышая ставки, а, собственно, уже военный мятеж, но это еще не самые высокие ставки. Самые высокие ставки, когда пойдут перестрелки, причем масштабные. Повышая ставки, он вынудит Путина испугаться, и тот из-за этого страха уволит Шойгу и простит Пригожина. Собственно, и таким образом дарует амнистию всем вагнеровцам. А почему нужна амнистия, я скажу чуть позже. И, в общем, таким исходом все завершится. Возможно, Пригожин уже всерьез думает над тем, чтобы попытаться взять власть. Поймите правильно, армией в 25 тысяч человек невозможно захватить власть в стране с армией в миллион. Но, ну, это математические выкладки, но если армия, тебя встречающая, не будет оказывать тебе сопротивление, или будет на твоей стороне, то ситуация может быть иной. Можно сравнить, конечно, Пригожина с Корниловым, можно с Пугачевым, а можно с Муссолини, у которого было все гораздо успешнее. Именно Муссолини подвел тысячи чернорубашечников в Рим и взял власть. Поэтому расчет Пригожина на то, что армия не будет воевать против него. Сейчас мы видим отдельные стычки. Уже три уничтоженных боевых вертолета, по данным Пригожина. Визуальные подтверждения есть по двум боестолкновениям. Не очень масштабным, но тем не менее. О них я расскажу чуть позже. Но план Пригожина понятен. Почему он пошел на это? Он что, безумец? Нет, это был его единственный способ выжить. Когда уже принято решение о твоем захвате, у тебя не остается, по большому счету, других выходов. И этот сценарий был предсказуем. Три сценария описывал я вам. Первое. Минобороны пытаются уничтожить Пригожина. Второе. Пригожин пытается тем или иным образом захватить власть или ее часть. И третье. Это они договариваются, чтобы Пригожин уехал в Африку. Пока эскалация идет по нарастающей и перешла уже в состояние военного мятежа. Вы, кстати, можете обратить внимание на пропагандистские каналы. Основные официальные лица типа Симоньян, Соловьева молчат в тряпочку. Вообще ничего не говорят. А, значит, все военкоры говорят, мы не при делах. И там все остальные разберутся. А такие зет-гниды поменьше. Кто говорит, что вот как не вовремя и молится, чтобы все было хорошо. А кто-то уже выразил лояльность Евгению Пригожину и сказал, да. Дальше Пригожин чуть больше рассказывает о том, как планировали уничтожать группу Вагнера. Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов. Для того, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить. Честно говоря, скорее всего, врет. Опять же, непонятно, зачем наносить удары в преддверии ареста. Но дальше еще Пригожин отдельно говорит, что это не военный переворот. Он специально подчеркивает это. Хотя описывает, ну, все, что он описывает, это и есть военный переворот. Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Ну и под конец этого потока аудиосообщений до большого перерыва Пригожин сообщает, что российские военные его поддерживают. Большинство военных нас горячо поддерживают. Приходят сообщения. Спасибо, парни. Наконец-то наступит справедливость в армии. Наконец-то вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасов. И чтобы нас перестали кидать на мясо. Только что пришла информация. В ростовском морге министр обороны велел спрятать две тысячи тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери. Как на все это реагирует власть? Давайте я вам просто буду рассказывать с картинками хронологию событий. После заявлений Пригожина на Фрунзенской набережной, там находится одно из зданий Минобороны, введены дополнительные меры усиления, которые, впрочем, и так последние два дня действовали за продолжающиеся контртеррористических мероприятий, сказал Рыбар. Путин проинформировал о ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все нужные меры, сказал Песков. Национальный антитеррористический комитет. И вот это важный момент. Еще раз. В связи с заявлениями Пригожина ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыву к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия. На этом моменте все становится серьезно. То есть все вот эти истории про спектакль можно выкинуть в мусорку. Пригожин теперь мятежник. На Пригожина возбуждено уголовное дело. Российским государственным СМИ и телеканалам запретили упоминать любые заявления Пригожина. Источник в одном из провластных СМИ рассказал, что его издание получило от администрации президента рекомендацию распространять только официальную позицию Минобороны России. Эту информацию подтвердил собеседник в одном из государственных СМИ, сообщает Медуза. В Ростове-на-Дону начали вооружать срочников, сообщает источники вот так. В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план «Крепость», сообщает база. Московские силовики неофициально приведены в повышенную готовность. После заявления Пригожина руководство дало сотрудникам силовых ведомств распоряжение всем быть на связи, никуда не уезжать. В Москве введен план «Крепость», сообщают источники ВЧК ОГПУ. 23.40 появляются первые фото- или видеоматериалы. Есть приказ провести в боевую готовность весь состав МВД Росгвардии усилить посты на границе с ЛНР и ДНР, но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван, сообщают источники 161.ru про введение плана «Крепость» в Ростовской области. И, собственно, в центре Ростовской области в этот момент замечается бронетехника. 0.13 Генпрокуратура России. Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года «Законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожной ЕВ по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа. Его действием будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет». 0.21. «Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России», сообщает Центр оперативной службы, или как-то так, он СОС-ФСБ, короче. Дальше появляется обращение Суровикина. Помните того Суровикина, типа невероятного генерала Армагеддона, которым Пригожин бахвалился и говорил, он с нами работает? Суровикин обращается к вагнеровцам и говорит не подчиняться приказам Пригожина. «Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой. И наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях». Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Ваггер». Мы вместе с вами прошли трудный и тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутреполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны времена. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Оставить колонны, вернуть их в пункты, поставить дислокации и районы срадочения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. Также видеообращение к группе «Вагнера» записал генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он назвал действия Пригожина ударом в спину стране и президенту. Это первый замглавы главного разведывательного управления Генштаба. Его неофициально называют таким переговорщиком. Вот что говорит он. Я с первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи. 14-й год, 15-й, 16-й. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который, кроме как помешательства, я не могу объяснить другими словами. Сейчас наша страна в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир, когда идут боеприпасы, оружие со всего мира, подобные вещи, которые вы сейчас с чем-то провокационной идеей начали осуществлять, приведут к огромным потерям. И к огромным потерям, в первую очередь, политическим. Представьте, как воспримут с воодушевлением на Западе вот то, что вы сейчас пытаетесь делать. Какими бы ни были вот сейчас намерения ваши, благородными, может быть, как вам объяснили, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь, не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно. Вот подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения уже вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам ничего не хватало только развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. На это реагируют телеграм-каналы Вагнера. Один из них, АП Вагнер, пишет следующее. Командиры ЧВК Вагнер остаются верны самому перспективному политику и будут выполнять любой его приказ. Ни ФСБ, ни Суровикин уже не смогут остановить то, что началось. Все генералы, которые с трясущимися руками обращаются к музыкантам с призывами остановиться, уже фактически подписали себе приговор. Трибунал обязательно будет. Суровикин еще ответит за сдачу Херсона. Дальше. Сотрудников МВД Москвы подняли по тревоге. Все полицейские вызваны на рабочие места. Об этом сообщают источники Астры. Все офицеры Росгвардии Центрального округа прибыли в подразделения по тревоге. Также по тревоге подняты сотрудники полиции, сообщает источник известий. В полвторого ночи выходит специальный новостной выпуск на Первом канале, посвященный ситуации, но в нем не говорится о заявлениях Пригожина, говорится лишь официальная информация от ФСБ, от Генпрокуратуры. Ну, в общем, специальный выпуск «Среди ночи». Два часа ночи. Новая важная точка. Вагнер заходит в Ростов. Сопротивления не оказывается. Об этом говорит Евгений Пригожин. Текущая ситуация. Сегодня по нам был нанесен ракетный удар. После этого отработали вертолеты. После этого артиллерия. Команды исходили от начальника генерального штаба об уничтожении ЧВК «Вагнер». После совещания с министром обороны Шойгу, на котором они приняли это решение, уничтожить непокорные подразделения, которые Родину готовы защищать, а их жопы нет. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, вернее, срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети всем и внуки годятся. Поэтому эти парни будут жить и вернуться к своим матерям. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца. Что касается заявлений по поводу арестов. Это братство, это справедливость, это честь, это совесть. То, что есть у нас. А когда вы делаете заявление, у вас этих чувств нет. Они у вас уничтожены, эти чувства. Поэтому вы не можете понимать ничего, кроме предательства. Параллельно генпрокурор Краснов доложил Путину об уголовном деле против Пригожина, о попытке организации вооруженного мятежа и проинформировал президента о законности этих юридических действий, сообщает Дмитрий Песков. Пригожин сообщил, что поступил приказ российским военным открыть огонь по колоннам Вагнера. Только что начальник генштаба дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам, которые идут среди мирных машин, среди грузовиков. Ему безразлично, кого убивать. Они убивают уже полтора года своих мирных граждан, вместо того, чтобы воевать с противником. Я хочу сказать спасибо пилотам, которые только что, как стало известно, отказались выполнять преступные команды. Дальше он рассказывает, что российская авиация наносит уже удары по Вагнеру. Начальник генштаба не успокаивается. Ошибка любого африканского диктатора. Наносить удары авиации по жилым районам. Прямо сейчас в воздухе два борта под номером 523 и 546, которые пытаются нанести эти удары. Запомните, парни, вам Родина не простит ударов по своей территории. Надо проявлять смелость и бить по территории противника, когда наша пехота двигается. Поэтому домыслы, которые говорят о том, что мы мешаем сейчас кому-то на фронте воевать, это домыслы. Мы никому не мешаем. Мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около сотни тысяч русских солдат. Герасимов и Шойгу. И появляются первые видео. На одном из видео мы видим, как идут удары по земле, какие-то выстрелы, а потом идут выстрелы в воздух. Возможно, это та самая история с вертолетом, о которой потом сообщает Пригожин. Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне. Был сбит расчетами ЧВК «Вагнер». И вот в 7 утра появляются кадры какой-то дымящейся машины в колонне группы «Вагнера». И Пригожин сообщает, что это очередная атака российских военных на группу «Вагнера». На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу у вертушек. В подразделениях ЧВК «Вагнер» все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 тысяч. А после этого еще 25 тысяч. Потому что мы умираем за родину. Мы умираем за русский народ. Который надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению. По которому били только что в Ростове с вертолетов. Один пилот, принадлежность ФСБ, отказался выполнять вылет и наносять удары. И дальше мы возвращаемся к началу этого видео, где была история с Ростовом. Пригожин захватил Ростов. В Ростове он уже встречается с Евкуровым. И предъявляет ему, и показывает, кто здесь главный. И говорит, что будет уничтожать все российские подразделения, которые будут пытаться атаковать группу Вагнера. Посмотрите на этот разговор. Посмотрите на лица этих генералов, которых пришел строить уголовник. Вот как выглядят ситуации на данный момент. Не буду скрывать, сейчас очень много поступает различной информации, но мы можем сказать точно несколько вещей. Первое. Это настоящий военный мятеж. Без опфемизма, без всего. Евгений Пригожин уничтожает российские войска. Евгений Пригожин идет вперед. Евгений Пригожин заявляет о своей цели уничтожить Шойгу и Герасимова. Это действительно происходит на наших глазах. В это сложно поверить. Что касается моего к этому всему отношению. Я не раз повторял, и повторю снова. Пожалуйста, пусть перегрызут друг другу глотки. И чем больше глоток перегрызут, тем меньше работы для ВСУ. Все это, конечно, влияет на линию фронта. Конечно, часть войск передислоцирована. Конечно, Россия сейчас обороняться во время контрнаступления ВСУ, когда внутри идет военный мятеж, будет гораздо сложнее. И это замечательно. Что касается исходов этого военного мятежа. Мне сложно представить, что у Пригожина действительно получится захватить власть. Возможно, он просто выбивает себе какую-то переговорную позицию для того, чтобы Путин простил его, отменил все уголовные дела и, соответственно, снял Шойгу или хотя бы Герасимова. Однако в истории есть много случаев, когда действительно вот так неожиданно начинались и успехом заканчивались военные мятежи. Что касается ситуации с войной, которая, на мой взгляд, приоритетна. Пошли нахрен и Пригожин, и Путин, все вместе и лесом. Самое главное, что сейчас есть, это война, где Россия продолжает убивать украинских граждан. В случае, если будет снят Шойгу или Герасимов, а конфликт уляжется, это не даст существенного преимущества Украине в этой войне. Более того, если Шойгу сменит на кого-то более толкового, это, возможно, ухудшит ситуацию. Если же Пригожин добьется захвата власти, то здесь как раз все может резко измениться. Пригожин неоднократно говорил, что считает, что то, что называет Россия СВО, было ошибкой. Что Зеленский во многом, еще раз, что российская пропаганда врет. На днях, вчера он выпустил видео, где говорит, что Донбасс не бомбили 8 лет. Он рассказывает, что это все неправда, что войну не надо было начинать. Я хотел, собственно, сегодня сделать видео об этом интервью, но, как видите, события развивались стремительно. Вот. И Пригожин не раз говорил, что надо заканчивать эту войну. И с уважением отзывался и о Зеленском, и об украинском народе. Поэтому, если Пригожин придет к власти, то, скорее всего, война будет либо свернута, либо прекращена вовсе. И российские войска будут выведены с территории Украины. Но пока мы забегаем слишком вперед, давайте не будем бежать впереди паровоза. Может быть, еще сегодня выйдет какое-нибудь видео на эту тему. Может быть, завтра. В любом случае, мы с вами наблюдаем историческое событие. Очередное историческое событие. Пригожин пытается взять власть. Пригожин объявил военный мятеж. Ну, а помочь, рассказать об этом людям, жать видео, можно лайком, комментарием, подпиской. Ну, и не забывайте поддерживать сам канал, поставляющий вам, собственно, сериалы. Как минимум, вот этот. Вы можете сделать это на Патреоне, ссылка в описании, или с помощью суперспасибо. Кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. Видео получилось длинным, но что-то мне подсказывает, что оно не последнее, хотя сериал близится к своему завершению. И помните, я где-то месяц назад говорил, что не удивлюсь, если в ближайшие месяцы придется записывать последнюю серию Санта-Барбары уже с некрологом. Скажем так, сейчас я не единственный, кто так думает. До скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok